всем привет на этом видео у нас nokia 305 нужно сделать прошивку значит прошивка у меня на данный момент невозможно почему потому что юсб разъем у нас поврежден нужно ее ремонтировать на что у меня времени просто нет для того что данный телефон прошить у нас есть альтернативный вариант припайки использование вот этих контактов сейчас я вам покажу распиновку вот этих контактов что куда припаять использовать я буду вот такой вот юсб разъем с проводками сейчас припаясь сейчас я вам покажу распиновку и мы будем припаиваться итак начинаем процесс уже не и наших контактов которые нам нужны. Это есть вот этот, этот, этот и этот. Плюс, минус, дата минус, дата плюс. Итак, вот у меня проводки обозначены. Красный первый это плюс, 5 вольт. Дальше дата минус, дальше дата плюс, дальше GND. Я начинаю припаиваться. Все припаился. Теперь припаивай дата минус, все припаился. Дальше припаивай дата плюс, все припаился. И припаиваем GND. Значит, имейте ввиду, все это припаять нужно так, чтобы контакт не замыкали между собой. Любой один контакт замкнет, особенно плюсовой, с минусом. Это будет катастрофа. Все, я припаялся, теперь я иду на прошивку. Значит, в качестве программатора использую UFS плюс HVK. Вот наш телефон с припаянным разъемом. В аккумуляторе вот так вот вставил. Вот. И сейчас будем прошивать. Подтянул я USB HUB. Сейчас будем прошивать. В общем, запустил интерфейс программы. Перехожу на вкладку D64. Выбираем здесь RM766, Nokia 305 USB. Вот. Теперь здесь выбираем прошивку и нажимаем на кнопку старт. Все, подключаем телефон. Подключаю к хабу телефон. И пошла у нас прошивка. Все, ожидаем. Итак, прошивка у нас завершилась. Сейчас будем запускать телефон. Допускаем телефон. Была вибрация. Nokia мы видим. Итак, вот наш телефон загрузился. Как бы все работает отлично. Вот так вот можно прошивать телефон, если USB разъем сломан. Надеюсь, данное видео вам понравилось. Кому понравилось, ставим лайк. Подписываемся на мой канал. Всем пока.